Вопрос на засыпку 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 Впереди раунд «Живой мир» Ребята, кто видел мультфильм «Малыш и Карлсон»? Очень хорошо, почти все видели этот мультфильм Вот этот первый мешочек с волшебным песком Получит та команда, которая правильно ответит на вопрос Я хочу сказать вам, что в каждом мешочке песка ровно на 10 секунд Чем больше мешочков вы заработаете за игру, тем больше времени у вас будет для решения последнего, самого трудного вопроса. Вопроса на засыпку. Будьте внимательны. Какое животное подарили малышу на день рождения в сказке «Малыш и Карлсон»? Морскую свинку, собаку, попугайчика. Время. Собаку, 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 собаку. Собака. Собаку, 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 собаку. Команда спасателей была быстрее. Какое животное подарили малышу на день рождения в сказке «Малыш и Карлсон»? Собаку. Малышу подарили действительно собаку. И команда спасателей зарабатывает первый мешочек с волшебным песком в нашей сегодняшней игре. Что такое чистотел? Это насекомое. Это лекарственное растение. Это лягушка со сказочной планеты Фьють-Фьють. Время. Команда спасателей была быстрее. Что такое чистотел? Мы думаем, что это насекомое. Это неправильный ответ. Команда спасателей. Ваш вариант. Это лекарственные растения. Это правильный ответ. И вы получаете еще один мешочек с волшебным песком. Ребята, у кого есть кошка или кот? Тася. У меня кот. А как его зовут? Мигеля. Скажи, а ты знаешь породу своего кота? Британец. Британец. Ох, какое милое существо. Я очень люблю британцев. Алена, расскажи о своей кошке. Или у тебя кот? Кошка. Кошка. Как зовут ее? Соня. Соня. А что она умеет делать? Спать, наверное? Исходя из имени. Носиться. А когда она носится? Постоянно. Постоянно? Когда не спит, она носится. Но с ней зато весело, наверное. Да? Хорошо. Переходим к вопросу. Почему, когда кошка идет, мы не слышим ее шагов? Потому что на ее лапках есть подушечки. Потому что она идет по воздуху, не касаясь пола. Потому что у нее особая форма когтей. Время. Там подушечки, подушечки. Теперь ставите на спине подушечки. Подушечки, подушечки. Подушечки, подушечки. Команда спасателей была быстрее. Почему, когда кошка идет, мы не слышим ее шагов? Потому что у нее на лапках подушечки. Это правильный ответ. И вы зарабатываете еще один мешочек с волшебным песком. Команда спасателей вырывается вперед. 3-0 в их пользу. Вас ждет раунд увлечения. Как называется птичий домик, сделанный руками человека? Скворечник, воробейник, грачишник. Время. Команда кокетки была быстрее. Как называется птичий домик, сделанный руками человека? Скворечник. Конечно же, это скворечник. Мешочек с волшебным песком ваш. Какая нота идет после ноты ми? До, ре, фа. Время. Команда кокетки была быстрее. Какая нота идет после ноты ми? Мы думаем, что фа. Правильно. И вы зарабатываете еще один мешочек с волшебным песком. Кто присматривает за стадом овец на лугу? Пастух. Смотритель. Наблюдатель. Время. Команда спасателей была быстрее. Кто присматривает за стадом овец на лугу? Посту. Посту? Это неправильный ответ. Право ответа переходит к команде кокетки. Кокетки, будьте внимательны. Вам нужно просто правильно произнести слово. Присматривает за овцами пастух. Это правильный ответ. И вы получаете мешочек с волшебным песком. Капитан команды спасателей произнес это слово не полностью. Букву Х он не назвал. Устали? Да! Значит, самое время отдохнуть и повеселиться. Все на переменку! Я приглашаю всех ко мне на игровое поле. Встаньте в круг. По сигналу гонга вы начнете передавать друг другу вот этот мяч. По часовой стрелке. Вам нужно стараться передать мяч как можно быстрее. Потому что, когда прозвучит второй сигнал гонга, то из игры выйдет тот, у кого в руках окажется мяч. Мешочек с волшебным песком получит команда, игрок которой останется на поле последним. Задание понятно? Да! Хорошо. Мяч я даю Даше. На старт. Внимание! Начали! Ах, мячик был у Тася в руках. Она не успела передать его следующему игроку. Тася, пожалуйста, занимай свое место. Выбываешь из этой игры. Продолжим с Василисой. На старт. Внимание. Начали! Начали! Виталик, к сожалению, ты должен покинуть нашу игру. Занимай свое место. Вероника, продолжим с тебя. На старт. Внимание. Начали! Нужно не бросать, а аккуратно передавать мячик из рук в руки. Аккуратно передавать. Друзья мои, вы держали. Практически вдвоем этот мячик, поэтому вдвоем вам придется покинуть наш круг. Круг становится еще плотнее. Готовы? Леша, начнем с тебя. На старт. Внимание. Марш! У Никиты в руках оказался мячик, когда зазвучал гонг. Никита занимает свое место. Круг еще уплотняется. Я выйду за его пределы. Алена, на старт. Внимание. Марш! Аккуратно передавать. Аккуратно передавать. Аккуратно передавать. Аккуратно передавать. Аккуратно передавать. Вероника. Мячик был у тебя, когда прозвучал гонг. Выбываешь из нашего круга. Уплотняемся. Итак, у нас битва 2 на 2. Поехали. Аккуратно передавать. Алена, в твоих руках оказался мяч во время звучания гонга. Выходишь из игры. Ну что, готовы? Настя, начнем с тебя. Поехали. Настенька, это ты. И мы видим, что на поле остались игроки команды спасателей. А значит, они получают мешочек с волшебным песком. Поздравляю вас, ребята. В начале первого испытания команде кокетки явно не везло. Что такое чистотел? Мы думаем, что это насекомое. Это неправильный ответ. Команда спасателей, ваш вариант. Это лекарственные растения. Это правильный ответ. Лишь при счете 3-0 в пользу команды спасателей, кокетки дали правильный ответ и заработали первый мешочек с волшебным песком. В раунде переменка более ловкими оказались спасатели. Вы смотрите самую увлекательную и развлекательную игру «Вопрос на засыпку». Я ее ведущий Саша Киреев. Две сильнейшие команды спасатели и кокетки сегодня сражаются между собой. Безусловно, все хотят стать победителями и получить суперприз нашей игры. И мы видим, как ребята стараются. Но большая часть викторины еще впереди. Посмотрим, кто же станет лидером. Я объявляю второе испытание. Приготовьтесь к раунду «Культ поход». Кто написал стихотворение «Идет, бычок, качается»? Агния Барто, Сергей Михалков, Александр Сергеевич Пушкин. Время. Команда «Кокетки» была быстрее. Кто написал стихотворение «Идет, бычок, качается»? Мы думаем, агния Барто. «Идет, бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду». Так писала Агния Барто в своем стихотворении «Бычок». Это правильный ответ. А этот мешочек с волшебным песком ваш. Мой следующий вопрос звучит так. Кто из сказочных героев пел о том, что хорошими делами прославиться нельзя? Винни-Пух, Шапокляк, Маугли. Время. Шапокляк, 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 Шапокляк. Команда «Кокетки» была быстрее. Мы думаем, Шапокляк. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Эту песенку пела зловредная Шапокляк из мультфильма «О крокодиле-гене». Получите мешочек с волшебным песком. Кто такие мишки-гамми? Это сказочные медведи. Это цирковые медведи, которые поют гаммы. Это медведи, катающиеся в гамаках. Время. Команда «Спасатели» была быстрее. Это сказочные мишки. Совершенно верно. Держите ваш мешочек с волшебным песком. Счёт 5-5. Идём дальше. Географический раунд «Большая карта». Друзья, какие вы знаете достопримечательности, расположенные в Москве? Андрей. Красная площадь. Верно. Это самая известная, пожалуй, достопримечательность Москвы. Кто ещё знает достопримечательности? Василиса. Поклонная гора. Правильно. Чтобы заработать мешочек, в котором волшебного песка ровно на 10 секунд, ответьте. В какой стране находится Эйфелева башня? В Италии. В России. Во Франции. Время. Команда кокетки была быстрее. В какой стране находится Эйфелева башня? Во Франции. Знаменитая Эйфелева башня находится в столице Франции, Париже. Этот мешочек с волшебным песком ваш. А теперь подумайте и скажите, почему летом уровень воды в некоторых реках падает? Потому что вся вода из реки вытекает в море, потому что вода испаряется, потому что всю воду выпивают рыбы. Время. Команда кокетки была быстрее. Почему летом уровень воды в некоторых реках падает? Потому что вода из них испаряется. Летом уровень воды в реках падает, а иногда речка пересыхает полностью. Это происходит потому, что вода испаряется. Это правильный ответ. И мешочек с волшебным песком получает команда кокетки. Куда попал Джек из сказки «Джек и бобовый стебель»? На небо, на болото, под землю. Время. На небо, на болото, и на землю. На небо. На болото. На болото лучше. На болото. Небо, небо, небо. Смотри. Небо. Небо. Команда кокетки вновь была быстрее. Куда попал Джек из сказки «Джек и бобовый стебель»? Джек попал на болото. Это неправильный ответ. Команда спасателей. Какой вариант у вас? На небо. Мальчик Джек из этой сказки вырастил волшебные бобы. И по их стеблям сумел добраться до неба. Это правильный ответ. Вы получаете мешочек с волшебным песком. Друзья, а сейчас, чтобы вы немного размялись и подвигались, мы проведем с вами интересную игру. Начинаем следующий раунд. Физкульт, привет! Я прошу выйти участников ко мне на игровое поле. Прошу, ребят. Вставайте в две колонны во главе с капитанами. Молодцы. Сейчас я проверю, как вы умеете прыгать. Задача каждого игрока – сделать один прыжок на двух ногах как можно дальше. Первыми начнут капитаны. А каждый последующий игрок начинает свои прыжки с того места, где остановился предыдущий игрок. Победит команда, у которой будет больше общая длина прыжков. Задание понятно? Да. Итак, первая пара. Капитаны команд – Вероника и Андрей. На старт. Внимание, начали! Возле каждого игрока я поставлю кеглю. Возвращайтесь в свою команду. Следующие игроки – Никита и Алена. Подходим каждый к своей кегле. По моей команде. На старт. Внимание, начали! Так. Ребята, возвращайтесь в свои команды. Следующая пара – Лёша и Даша. Подходите. Вставайте каждый у своей кегли. Готовы? По моей команде на старт. Внимание, прыгаем! Я ставлю кегли. Отмечая тем самым дальность ваших прыжков. Возвращайтесь в своей команде. Следующая пара игроков – Тася и Виталик. Подходите. Пока мы видим, что лидирует команда кокетки. Спасателям нужно наверстывать. Расстояние прыгать нужно как можно дальше. По моей команде на старт. Внимание, прыгаем! Замерли. Я вновь отмечаю место прыжка. Возвращайтесь к своим игрокам. И следующая пара – Василиса и Настя. Молодцы. На старт, внимание, прыгаем! Так. Почти одинаково. Отмечаем место прыжка. Настя и Василиса оказались в одной точке. А значит, обе команды преодолели одинаковое расстояние. Я вручаю обеим командам мешочки с волшебным песком. Во втором испытании команда кокетки показала себя с лучшей стороны. В какой стране находится Эйфелева башня? Во Франции. Знаменитая Эйфелева башня находится в столице Франции – Париже. За все испытание команда спасателей дала лишь два правильных ответа. А в раунде «Физкульт. Привет» обе команды получили по мешочку с волшебным песком. Мы продолжаем самую увлекательную и познавательную викторину «Вопрос на засыпку». Меня зовут Саша Киреев. Игра подходит к своей кульминации. Счет 8-7 в пользу команды «Кокетки». Смогут ли их соперники сравнять счет? Скоро мы это узнаем. А пока я объявляю третье решающее испытание. Начнем с самого волшебного раунда нашей викторины – магический шар. Какой сюрприз приготовил нам магический шар на этот раз? Скоро узнаем. В магическом шаре находится птица – символ мира. Назовите ее. Время. Все-таки это глава орел, потому что он самый в России глава орел. Уже приготовься. Ты готовься. Команда спасателей была немного быстрее. Что за птица в магическом шаре? Двуглавый орел. Кокетки – ваш вариант ответа. Какая птица в магическом шаре? В магическом шаре – орел. Итак, посмотрим, правильно ли вы догадались. В магическом шаре – символ мира – птица голубь. И, к сожалению, в этом раунде мешочек с волшебным песком не заработала ни одна команда. Он остается у меня. А я прошу наставников подготовиться к следующему раунду. Спецзадание! Давайте познакомимся. За команду спасателей играет Татьяна Васильевна, мама Лёша. А на стороне кокеток – Татьяна Геннадьевна, мама Алёны. Уважаемые взрослые, сейчас вы можете заработать для своей команды мешочек с волшебным песком. Для этого необходимо правильно ответить на вопрос. Кто быстрее поднимет руку после гонга, получит право отвечать первой. Кто из перечисленных мной персонажей был главным действующим героем анимационного фильма «В поисках Немо»? Капитан Немо, дети капитана Немо, рыбка-клоун по имени Мерлин. Время. Первой была Татьяна Васильевна, мама Лёши. Это была, безусловно, рыбка-клоун по имени Мерлин. И наставник команды спасателей приносит своей команде такой нужный мешочек с волшебным песком. Ведь именно сейчас время финального раунда. Вопрос на зацепку! Это самый ответственный и важный момент игры. Сейчас я почитаю мешочки с волшебным песком, и мы узнаем, сколько же секунд заработала каждая команда на обдумывание самого интересного и сложного вопроса, вопроса на засыпку. Напоминаю, в каждом мешочке волшебного песка ровно на 10 секунд. Начну подсчёт с команды спасателей. Считаем вместе. Один. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь мешочков с волшебным песком. А это 80 секунд на решение вопроса на засыпку. Возьмите, пожалуйста, по мешочку, развяжите каждый свой и подходите к нашим волшебным часам. А я пока сниму с них крышку. Единственная девочка в команде спасателей – Василиса Первой. Никита засыпает волшебный песок в наши часы. За ней последовал капитан. Никита засыпает последний волшебный песок. Ребята, занимайте свои места. Я закрываю часы крышкой и иду к команде кокетки. Давайте посмотрим, сколько же мешочков с волшебным песком удалось заработать вам. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Тоже 80 секунд на обдумывание вопроса на засыпку. Что ж, шансы у команд равны. Развязывайте мешочки и подходите к нашим волшебным часам. Алена, пожалуйста, засыпай волшебный песок. Девочки, будьте осторожны. Вам пригодится каждая секунда. Настя опустошает последний мешочек с волшебным песком. Я закрываю часы крышкой и мы продолжаем. Перед каждой командой стоит доска. Под белым листом бумаги спрятан вопрос на засыпку. Я прошу капитанов подойти к доскам. Возьмите маркеры. Остальные игроки смогут помогать своим капитанам, но только после моей команды. Сейчас мы перевернем песочные часы и время неумолимо начнет свой отсчет. Берегите каждое мгновение. Будьте внимательны. Капитаны, откройте задание. В этом задании все слова написаны не слева направо, как принято в русском языке, а справа налево. Прочитайте эти слова и запишите их на листе правильно. Переворачиваем часы. Время пошло. Игроки могут помогать своим капитанам. Даша, подходите. Скорее, ребята, помогайте капитанам справиться с заданием. Вам нужно написать правильно все слова. Только тогда вы будете считаться победителем. З, К, К, А, 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 А. Ага, теперь А, З, 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 Т, Ой, нет. А, 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 З, А, А. А, 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 А. С, С, нет, А, – да. Потом Т, потом Р, потом Е, потом Л. Ну всё. Время на выполнение этого задания закончилось. Команды, верните мне маркеры и занимайте свои места. Итак, я начну проверку с команды кокетки. Вероника, пожалуйста, подойди к доске. Что у вас получилось? Какие слова? Сказка. Сказка. Забава. Стрела. Стрела. Школа. Верно. Мама. Мама. Есть. Папа. Так. Урок. Урок, да. Пять. Пять. Совершенно верно. Занимай своё место. Посмотрим, как удалось выполнить это задание команде спасателя. Андрей, пожалуйста, подойди. Итак, какие слова удалось написать вам? Сказка. Дальше. Забава. Забава. И? С-Т-Р-Е-Л. Не успел дописать. Внимание на экран. Вот слова, которые нужно было написать. Сказка. Забава. Стрела. Школа. Мама. Папа. Урок. Пять. И мы видим, что с вопросом на засыпку безошибочно справилась команда Кокетки. И совершенно справедливо. Они становятся победителями нашей сегодняшней игры. А значит, получают супер-призы. Команде спасателей достанутся поощрительные призы. Команда Кокетки, прошу ко мне за призами. Команда спасателей, получите ваши призы. Также я хочу вручить обеим командам памятные дипломы от нашей программы. Диплом победителя команде Кокетки. И диплом участника команде спасателей. Победители ликуют. Это была напряженная интеллектуальная борьба. В самой познавательной и развлекательной программе «Вопрос на засыпку». Путешествуйте вместе с нами в мир увлекательных знаний. Меня зовут Саша Киреев. Увидимся. КОНЕЦ